Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем секцию «Композиты без границ» в рамках трека деловой программы «Напрома. Новые материалы в промышленности». Меня зовут Ирина Белецкая, я координатор форума «Композиты без границ». Я хочу представить участников нашей сегодняшней дискуссии. Александр Владимирович Тюнин, генеральный директор «Юматекс.Групп». Анатолий Осипович Гайданский, генеральный директор АО «Аэрокомпозит». Алексей Юрьевич Сафронов, первый заместитель генерального директора АО «Средненевский судстроительный завод». Алексей Викторович Дремучев, первый заместитель генерального директора «Юматекс.Групп». Дмитрий Ильич Коган, исполнительный директора АО «Припрэк.СКМ». Андрей Викторович Пеленко, директор ассоциации кластеров и технопарков. И к нам присоединится Павел Владимирович Серватинский, директор департамента металлургии и материалов «Минпромторга России». На самом деле, на нашей предыдущей секции много раз изучали композиционные материалы. И это действительно так, потому что это материалы 21 века. Они играют очень важную роль в повышении конкурентоспособности в стратегических отраслей промышленности, потому что это высокотехнологичные материалы, обладающие низким весом, максимальной прочностью, стойкостью в коррозии, долговечностью и много других преимуществ. Эти материалы дают для готовых изделий в разных отраслях промышленности. Мы знаем, что государство уделяет повышенное внимание развитию этой отрасли. В 2013 году была принята правительством дорожная карта о поддержке и о создании массовых рынков внедрения композиционных материалов. И, собственно говоря, в 2015 году была принята программа по импортозамещению. И сегодня мы подробно как раз поговорим о том, как создаются массовые рынки, как развивается направление композиционных материалов в России. И, собственно, происходит процесс импортозамещения или нет, и вообще нужен ли этот процесс именно в этой индустрии. Но первый вопрос мне хотелось бы задать относительно авиации, так как авиастроение – это, наверное, главная индустрия, которая потребляет композиционные материалы. Я хотела бы обратить свой вопрос к Анатолию Осиповичу Гайданскому. Анатолию Осиповичу, вот в мае второй самолет поднялся в небо на композитном крыле. В марте вы получили престижную международную премию GST Composites Award. И на самом деле вы получили эту премию за разработки, создание крыла композитного, и за вас проголосовали Буэнг и Аэрбас. Хотя они сами очень активно занимаются композитным самолетостроением, и мы знаем последнюю версию широкопузеляжных самолетов, используя до 50% композиционных материалов. Почему они проголосовали за вас? Чем отличается ваша разработка? И почему она получила такое высокое признание на международном уровне? Конечно, мне бы, наверное, хотелось сказать, что мы настолько восхитительны и великолепны, поэтому проголосовали за нас все, в том числе наших уважаемых конкурентов. Я, к сожалению, не могу об этом так сказать. Я не знаю, почему они проголосовали за нас. Я могу только сказать, что, в принципе, впервые российская компания получила данную премию. Ну, так мы ее, например, с собой негласно называем композитный Оскар. Но мы ее получили не одним, мы ее получили вместе с нашими партнерами. Здесь, допустим, представители компании «Салови» сидят наши партнеры по композитным материалам. Почему, наверное, получили? Все-таки та технология, которую мы разработали, которую мы сейчас используем в крыле MS-21, она не сказать, что она развиводилась с нуля, что мы полностью создали такое небесное, которое никто в мире еще не создавал. Эта технология была известна, она используется, в том числе, и обожаемая компания Airbus для создания гермошпангоута, для 787 они делают на премиум Аэротекова. Но никто никогда эту технологию не доводил до создания таких конструкций, как крыло. Это абсолютно другой уровень конструкции, другой уровень сложности, другой уровень ответственности, силовая конструкция. Никогда никто не использовал автоматическую выпуска сухого материала, который разработали мы. Ведь при развитии проекта, кроме того, что работала специалисты нашей компании, работала колоссальная схема международной кооперации. Допустим, сайт Эктер и Салвей, они делали для нас, под нас материал. Они делали материалы, которые не с первого раза он получался. Мы много раз изменения вносили. Колоссальное количество операций, пока не создан был топ-материал, на котором сейчас летают самолеты MS-21. Наши другие партнеры, допустим, компания «Энторус», компания «Кориолис», они создавали под нас выклубочные машины. Они поверили в проект, они вкладывали свои инвестиции в это дело. Победили вот этот консорциум. То есть впервые без автоклавной технологии, это единственный самолет, где силовые конструкции крыла, это панели крылевые, это лонжероны, сделаны без автоклавной конструкции. Потому что, как вы знаете, Boeing и Airbus используют автоклавную конструкцию, используют при преге. Наши коллеги, уважаемые из Бомбардии, используют сухой материал, но ручной выкруткой с инфузией, но с использованием автоклава. И только Aircomposite смог сделать крыло, которое использует автоматически сухого материала и использует без автоклавную технологию. Ну вот, может быть, поэтому. Как бы там ни было, мы получили эту премию, хотя очень благодарны мировому сообществу, которые действительно прогрессовало за нас, и мы достигли достаточно жесткой конкурентной договор. Ну, я так пользуюсь случаем, буквально несколько слов скажу о том, где же находится программа. Ну, абсолютно правы или не сказали, что второй самолет совершил полет. Сейчас два самолета проходят испытательные полеты, причем это не просто испытательные, заводские полеты, а значит, полеты сертификационные, то есть на основании которых мы будем получать какие-то самолетовые. На предыдущей панельной дискуссии, на самом деле, был задан один вопрос по поводу того, что нет вообще никакой нормативной базы с точки зрения применения композитов, о чем, вот, Кирилл Борисович Комаров очень правильно сказал. Я тоже его абсолютно поддерживаю, что нормативной базы действительно на момент начала работ по созданию композитного крыла ее не было. Но вот за эти 9 лет, то, что мы работаем, этой нормативной базы получилось очень большое количество. И действительно нужно было создать методики прочностных расчетов, методики проектирования, методики определения соответствия между нашими работами, конструкцией и правилами авиационными, различные циркуляры, стандарты. Сейчас таких документов появилось колоссальное количество. Да, еще не все, да, мы работаем с авиационными властями, да, иногда это где-то трудно и непросто, но как бы там ни было, мы делаем те документы, которые гармонизированы с мировыми авиационными правилами, мы прекрасно понимаем, что мало получить сертификат Росавиации, который мы собираемся получить в ближайшее время, а нужно получить еще потом одобрение авиационных властей Европы и Америки, то есть и АСА, и Эфирии, для того, чтобы продавать наш самолет по всему миру. Вот. Что еще можно сказать про проект? Сейчас проект находится на той стадии, когда мы переходим к серийному производству, мы уже запустили первые серийные самолеты, хоть не дожидая еще получения сертификата типа, что к моменту получения сертификата уже мы могли их передавать авиакомпаниям для использования. Сейчас мы изготовили уже первый, второй, третий, четвертый опытный самолет, заканчиваем по крылу изготовления, изготавливаем пятый самолет, это самолет ресурсных испытаний, мы изготовили несколько изолированных стендов, которые проходят испытания в ЦАГе, еще будут поставлены два отдельных кессона, которые будут испытываться на статику и ресурсные испытания, все это в обеспечении испытаний и в обеспечении сертификционных требований. Так, надеемся, что проект будет развиваться в те сроки, которые планируем, получение сертификата типа ближе к концу 2019 года, как мы планируем, ну и начало уже опытно-серийной эксплуатации, но еще буквально скажу, что уже акционерами нашими принято решение о дополнительном инвестировании в оборудование, которое сейчас у нас стоит оборудование стартовой очереди, которое позволяет производить там от 6 до 12 самолетов в год, сейчас мы модернизируем их, закупаем новые оборудования, которые нам позволят поднять планку производства до 20 самолетов комплекта в год, ну и так мы планируем выйти на максимальное количество, которое у нас по бизнес-плану составляет там чуть больше 70 самолетов. Ну вот, коротко, то, что сейчас есть по проекту МС-21, не знаю, имеет ли смысл рассказывать очередной раз о тех преимуществах, которые композиты дают в авиации, наверное, много раз об этом говорили, если там есть конкретные, может быть, вопросы, я готов ответить, потому что я сейчас, к сожалению, вынужден покинуть буду зал, именно, потому что мне на самолет надо выйти, поэтому готов ответить на вопросы зала потом. Анатолий Васильевич, а я вот хотел бы перехватить немножко слово у модератора замечательного нашего и попросить вас немножко светить пошире не только проект, который вы непосредственно ведете, МС-21, а немножко по литру по России в целом, по авиации, применению композитов, в каких еще проектах сегодня композиты, пусть не в таком объеме, но применяются в самолетостроении, в вертолетостроении, в двигателестроении, я думаю, интересно было бы понять, где мы находимся и куда движемся. Да, не вопрос, значит, ну, естественно, применяется в сухом супержете-100, значит, там основная силовая часть кисон крыла, оно Любиневый, но все элементы механизации, элементы управления, и лероны, и закрылки, и воздушные тормоза, интерцепторы, а также рули направления, рули высоты, это композиты, это углепластик в основном, в большинстве своем это сотовые конструкции трехслойные, также очень большое количество различных обтекателей, обтекателей закрылка, обтекателей крыло-фюзеляж, носовой обтекатель, это тоже композиты в основном, это стекловолокно, значит, в каких еще проектах применяется, ну, естественно, применяется в боевой авиации, в Су-57 применяются композиты, достаточно широко, это такая открытая достаточно информация, они применяются во многих авиационных программах, ну, если транспортные, говорить, вот, ВИЛ-112, который сейчас собирается на Воронежском авиационном заводе, должен, наверное, в этом году все-таки совершить первый полет, мы надеемся, там их не очень большое количество, но тоже частично элементы механизации будут, ну, используют композиты. Какие еще проекты? ВИЛ-114 тоже элементы механизации, композитные, ну, естественно, самое большое применение композитов планируется в ШФДМС, это наш совместный проект с китайцами, с компанией Комак, там полностью композитный самолет, и фюзеляж композитный, и крыло, и вся механизация, ну, естественно, все обтекатели, то есть это будет, как примерно в Боинг-787, более 50% материалов в композитах. Но пока этот самолет еще на ранней стадии развития, поэтому мы говорим о МС, потому что самолет летает, и мы имеем самый большой процент применения композитов именно в этом самолете. Ну, хотя сейчас вот новая версия сухого Superjet 75, которая, наверное, будет развиваться, там тоже предполагается большое применение композитов, пока еще окончательных решений нету, но точно элементы механизации будут композитные, возможно, хвостовое оперение, ну, и даже рассматриваются, возможно, вопросы кессона крыла. Спасибо большое, Анатолий Осипович. И мы много говорили на предыдущем. Может, дадим слово вопросу, чтобы я на залу? Да, давайте, вопросы с зала и отпустим. Начнем с того, что, естественно, мы, это классический кессон крыла, который есть на всех остальных самолетах, фактически это конструкция, как ее называют, black-алюминий, то есть это два лонжерона передний и задний композитные, это острингеренные панели верхняя и нижняя, это нервюры, ну, нервюры у нас алюминиевые, потому что нет экономического смысла городить композитные нервюры. Выигрыш по весу он не дает очень небольшой, а стоимость оснастки колоссальная по производству, ну, и само производство. Это просто чисто по экономическим интересам. Ну, естественно, все это ставится на герметизирующие составы, на герметике. Внутрь кессона заливается топливо в классическом его варианте. Значит, пост, стандартный пост, как и на всех, потому что предкрылок алюминиевый у самолета в связи с тем, что он должен держать удар птицы. Как вы, наверное, знаете, композит удара держит плохо, поэтому предкрылок алюминиевый, стандартный воздушный пост. Ничего там нет заумного или иного принципиально. Еще вопросы? Спасибо большое, Анатолий Иосифович. Мы много говорили на предыдущей секции по поводу роста рынка композиционных материалов, потому что, как мы знаем, международный рынок составляет уже более 80 тысяч тонн. В России пока около 400. И все озабочены тем, чтобы расширять рынки, сделать их массовыми, внедрить композиты там, где они еще не представлены широко. И хотелось бы задать вопрос Александру Владимировичу Тюнину, как он видит расширение рынков композитов, как он видит массовость рынков композитов, где вот те самые драйверы, которые вынесут нас вперед, и мы будем соответствовать всему остальному миру. На предыдущей панельной дискуссии мы больше говорили про общемировые тренды, куда идет рынок композитов в мире, за счет каких отраслей. На этой панели хотелось бы более предметно поговорить о том, куда идет российский рынок, в каких направлениях, какие проекты реализуются, и к какому результату, мы надеемся, очень это приведет. Как я уже говорил, российский рынок сегодня составляет полпроцента от общемирового, это порядка 400 тонн, при том, что мировой рынок по итогам 2017 года более 80 тысяч тонн. Но не так все плохо, и то отставание, которое сегодня есть от передовых стран, а в области углекомпозитов, это прежде всего Япония, Европа и США, мы имеем возможность этот гэп в ближайшие 7-8 лет преодолеть и технологические, заканчивая, на самом деле, не начиная, а заканчивая, подчеркну, строительство полной технологической цепочки от сырья, панпрекурсора, белой нитки, углеродное волокно, ткани, припрыги, полтрузионные изделия, и, что важно, конечные изделия, которые являются локомотивом роста рынка. Поскольку я не верю в развитие рынка за счет субсидирования государства, это может давать серьезный толчок, но никоим образом не вести к инвестициям в отрасль, к созданию конкурентной среды, к масштабированию производства, с тем, чтобы цена материала приближалась и была равна мировым аналогам, с тем, чтобы, имея такую цену, предприниматели приходили в эту отрасль и начинали активно использовать композиты в производстве своих конкурентоспособных изделий. За счет каких отраслей мы видим и за счет каких проектов возможностей этого роста? Ну, во-первых, цель. Цель, которую мы поставили перед собой, анонсировали ее рынку, это 3000 тонн углеродного волокна и материалов на его основе к 2025 году. Достигнув такой уровень, при двукратном росте мирового рынка, который достигнет порядка 160 тысяч тонн, мы имеем шанс занять 2% от общемирового потребления. В каких областях? Ну, вот про авиацию сегодня очень подробно поговорили, Анатолий Осивович рассказал о ключевых проектах, к этому я хотел бы буквально два слова добавить. Есть еще проекты по вертолетам и целый ряд новых вертолетов сегодня активно используют композитные материалы. Здесь на инопроме стоит абсолютно новая модель от Казанского завода вертолетного «Ансад». Он, на самом деле, по многим элементам уже композитный. Ведутся перспективные разработки лопастей вертолетных композитных и разработка нового поколения авиационных двигателей также проектируется на композитных лопатках этих двигателей. Про направление по судостроению. Сегодня у нас в панельной дискуссии есть замечательный представитель нашей российской индустрии, Средневский судостроительный завод. Поэтому, в общем, про судостроение я не буду рассказывать за коллег, они сами расскажут, какие интересные инновационные проекты они уже реализуют. На самом деле, с этими проектами, я считаю, что мы, во-первых, и рынок развиваем активно, и, во-вторых, они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Во Владивостоке частная верфь, композитное кораблестроение, которое уже сегодня создает небольшие, но нацеленные прежде всего на частный сегмент катамараны, прогулочные катамараны, скоростные, которые изначально имеют акцент на азиатский и южнокорейский рынок и так далее. Они на 100% композитные, на 100% используют отечественные материалы. Ветроэнергетика. Много, опять же, на предыдущей панели по этому проекту говорилось. Я бы хотел чуть больше деталей дать. Два игрока основных, это Росатом и Роснано, но с несколько разной логикой развития этих проектов. Роснано опирается по локализации производства полностью на своего технологического партнера компания Вестас, и как раз компания Вестас полностью организует здесь, на территории России, производство лопастей с углеродным ребром жесткости. Но что важно, в рамках программы ключевым обязательством игроков является локализация производства на 65%, и мы сейчас с Роснано прорабатываем создание совместного предприятия по производству полутрузионного углеродного ребра жесткости для лопасти на территории России из отечественного углеродного волокна. В своих лопастях, которые в рамках Росатома будет производить компания Юматекс, дивизион композитных материалов, мы проектируем свою лопасть, это будет наш дизайн, наша IP, но тоже с использованием передовой технологии полутрузионного углеродного ребра жесткости. Так вот, просто для понимания, только эти два проекта и только на территории России в рамках 3,3 ГВт, утвержденных по российской программе, мы уже масштабируем российский рынок в два раза от текущего состояния, поскольку вот только эти два производства лопастей будут потреблять порядка 300-400 тонн в углеродном волокне ежегодно, при том, что сегодня 400 тонн – это во всех применениях на территории Российской Федерации. Говоря про авиацию, переходя на язык цифр, сегодня это порядка 200-250 тонн углеродных материалов, а в перспективе ближайших 6-7 лет, с учетом тех проектов, о которых мы уже подробно поговорили, это порядка 400-500 тонн в углеродном волокне. Другие, да, посудостроение – это опять-таки порядка 200-300 тонн ежегодного потребления углеродных материалов уже по тем композитным судам, которые не просто в перспективе планируются, а которые уже спроектированы, а многие спущены на воду. Вопрос следующего шага – это создать серию, чтобы эти суда изготавливались не в штучном варианте, а десятками, а в идеале сотнями. Следующее направление – это программа газомоторного топлива, в рамках которой, я сейчас очень коротко скажу, коллеги наши сегодня об этом поподробнее расскажут об этих проектах. Мы планируем локализовать на территории России вместе с технологическим партнером, мировым лидером по производству углекомпозитных газовых баллонов четвертого поколения для автотранспорта, компанией «Гексагон» норвежской. И второй продукт – это производство систем транспортировки и хранения газа, так называемых «ПАКС», для обеспечения газом удаленных территорий, удаленных объектов, населенных пунктов, либо создания газозаправочных комплексов на различных трассах с тем, чтобы все больше газомоторной техники бегало по нашим дорогам. Здесь наши ключевые партнеры по приобретению этих баллонов – это, естественно, группы «КАМАЗ», «ГАЗ», «Автоваз» и «Газпром» газомоторное топливо. Этот проект уже вышел на уровень подписанного соглашения с норвежскими партнерами о создании в России этого производства, и мы планируем в течение двух лет это производство построить и начать выпуск этих современных баллонов. Это еще 400-500 тонн в углеродном волокне только на старте этого производства с потенциалом до 1500 тонн. Неоднократно последние полгода президент уже говорил о важности перехода на газомоторное топливо, поскольку это очень экономический вариант. Я убежден просто, что этот рынок будет расти и в том числе обеспечиваться новыми композитными материалами. Стройка, о которой можно говорить очень долго, поскольку это самостоятельно большая тема, но я здесь считаю, что это самый мощный потенциал с точки зрения именно объемов материала, которые ведут к снижению себестоимости, поскольку строится очень много, строится в России, строится за рубежом. Тот же «Росатом» в ближайшие 15 лет порядка 33 энергоблоков построит в 15 странах мира. И такие продукты, как композитная арматура, шпунты, полтрузионные профили, дорожное покрытие, столбы электросвещения, на самом деле там большая палитра продуктов, будет безусловно использоваться в этих строительствах и привлекать новых инвесторов. Я хочу подчеркнуть, что мы не ставим себе задачу, как композитный интегратор «Росатома» производить все самостоятельно. Наша цель – привлечь партнеров с тем, чтобы эти продукты создавались, они были конкурентно способны. Мы готовы по контрактному производству обеспечивать подобных производителей заказом на 5, 6, 7 лет. И уверены, что такие производства будут появляться. На самом деле они уже есть. На первые контракты мы выходим. Ну и по направлению спорт, индустрии также есть много задельных перспектив, о которых коллеги расскажут. А кластер, я сегодня уже вкратце упоминал полтора часа назад, что мы инициировали создание межрегионального композитного кластера на территории Республики Татарстан, Московской области и Саратовской области. И призван он как раз в решении задачи масштабирования российского рынка до 3000 тонн, которую мы видим, что своими проектами лопасти, баллоны, спортиндустрии мы сможем обеспечить процентов на 60, на 70 решение этой задачи. Но процентов 30-40 это, конечно, создание среды, прихода частных денег. Мы готовы создавать совместные предприятия, готовы к акционерному партнерству в рамках подобных проектов. И что важно, государственная поддержка, которая сегодня во многих формах существует, наиболее быстро доходит до предпринимателей, создающих новое производство через кластерную поддержку. Сегодня это самый короткий путь, и мы готовы здесь подставлять плечо, помогать эту поддержку получать и компенсировать до 50 затрат при создании этих новых производств. У нас сегодня есть замечательный спикер Андрей Шпиленко, он об этом подробнее расскажет. Ну и завершая свой небольшой доклад, хочу сказать, что очень важно популяризировать композитные материалы. Если говорить про документальное обеспечение, то на самом деле большой путь мы за последние годы с Минпромторгом проделали. Действительно, там еще лет 5-6-7 назад документации нормативной было не так много, но опять-таки обеспечивая свое развитие и свое будущее своими руками, все композитные игроки, не только на самом деле в углекомпозитах, а это в стеклокомпозитах, в области строительства, авиации, судостроения, идут по пути создания новой нормативной документации с тем, чтобы этот рынок подкреплять документами. Ну и, наконец, форум «Композиты без границ» состоится 25 октября. Мы ожидаем очень большое количество участников. Это будет вся российская индустрия композитная, все производители и игроки, которые потребляют композиты, делают из них готовые изделия. И серьезные представители иностранного бизнеса, наши партнеры, перспективные партнеры и просто эксперты, которые с композитами работают на передовой на территории Европы, Америки и Японии. Приглашаю, будет точно и интересно, и наверняка вы там найдете для себя массу полезных контактов, людей, подчеркнете что-то перспективное для развития своего бизнеса. Спасибо. Спасибо большое, Александр Владимирович. У меня вопрос к Павлу Вадимовичу. Вот уже назвали некоторое количество мер государственной поддержки, и на самом деле уже достаточно давно Минпромторг работает с отраслью композиционных материалов, принимая то одни меры, то другие, и дорожные карты, и поддержка импортозамещения, и много всего еще. Вот уже можно, наверное, дать какую-то оценку, какие меры были успешными, какие менее успешными. Что еще необходимо сделать для того, чтобы массовые рынки создавались, производство развивалось, и, собственно говоря, индустрия развивалась? Добрый день, коллеги. Спасибо за вопрос. Но, может быть, нескромно с моей стороны будет, но хочу сказать, что все меры господдержки Минпромторга, они все эффективны, и все демонстрируют себя крайне эффективно, потому что они универсальные и общесистемные. Вопрос в том, что действительно с 2013 года мы запустили под программу развития промышленности композиционных материалов, изделий и конструкции из них в рамках большой глобальной госпрограммы развития промышленности и повышения конкурентоспособности. Именно в тех секторах экономики, где композиционные материалы наименее были развиты, да, и не показывали прямого экономического эффекта такого, как в авиации, такого, как в космосе, да, где облегчение конструкции ведет действительно к топливной эффективности или к объему перевозимого груза и так далее. Вот. А такие сферы, как стройка, ЖКХ, транспортное там машиностроение, автомобильные дороги, РЖД и так далее, где действительно капитальные затраты и цена продукта наиболее важна, тем более мы живем в стране металла и бетона. Все-таки вот все мировые тренды, которые перечисляются, там ресурсы все-таки наименее, наиболее ограничены, чем у нас от этой реальности. Сложно отказаться и самообманом там заниматься, мне кажется, было бы глупо. Вот. Поэтому если конкретно по форме говорить, да, я думаю, многие коллеги знакомы с формами господдержки, то субсидирование процентной ставки по кредиту, то есть две трети ключевой мы субсидируем, либо полностью финансируем НЕОКР в рамках комплексного инвестпроекта, там подстречные обязательства инвестора под создание новых рабочих мест, под обеспечение определенного объема товара оборота, то есть инвестор на каждый рубль, вложенный государством средств, должен показать определенный бюджетный эффект и подтвердить его. Это что касается технически. Где мы споткнулись? Споткнулись мы в сырьевой части некоторых проектов, там где коллеги в 2013 году делали ставку на иностранное сырье, в первую очередь это смолы, связующие, если говорить там более профессионально. И себестоимость у них в этом случае выросла, ну и здесь мы как бы нашли выход уже в ручном порядке, решали эти вопросы. Есть ряд проектов, где действительно окупаемость увеличилась, но в целом сам проект будет реализован и завершен. Как примеры, уже коллеги говорили, это и баллоны, и строительные конструкции различные, ямкостное оборудование для различных агрессивных средств. Чего не хватает, где еще нужно сделать усилия, я вот на предыдущей сессии пытался акцентировать на это внимание, но все ушли в авиацию и в какие-то высокие материи, на самом деле, мне кажется, там в космосе авиации и так решится вопрос, там действительно надо биться за компетенцию, за себестоимость, а в отраслях, которые я перечислил, все-таки цена важнее всего, и нужно развивать для себя культуру жизненного цикла продукта в каждом взятом проекте. Потому что при поддержке министерства, помимо прямой финансовой поддержки, мы еще и сформировали определенное поручение президента, куда входит и совершенствование нормативной базы. Я на прошлой сессии говорил о количестве нормативных документов, которые были разработаны. Каждый регион сегодня имеет, ну практически есть там редкие исключения, имеет программу развития композиционной отрасли у себя, региональную. Есть отраслевые программы у каждого ведомства, есть отраслевая такая программа. Не хватает одного, это действительно закупок, потому что мой коллега Александр из Юматекс Групп сказал правильную вещь. Ключевой потребитель завтра – это стройка. Сегодня указ президента – доступный и качественный квадратный метр. Нам нужно прирасти с 80 миллионов квадратов до 120 миллионов квадратов к 2024 году. Без энергоэффективных, без современных технологий мы, наверное, этого не добьемся. Но на Капексе все равно это будет дороже. Поэтому еще раз повторюсь, что в конце прошлого года наконец-то Минэкономразвитие согласовал, давно разработал и согласовал со всеми ключевыми здесь является Минфин и Федеральная антимонопольная служба. Методику по оценке жизненного цикла продукта госкомпаниям и компаниям с госучастием осталось только по этой методике написать, описать программу. Здесь вопрос заинтересованности госкомпаний. Мы, как федеральные органы исполнительной власти, будем лишь направлять и рекомендовать. И наша площадка, площадка Минпромторга, всегда готова для неких согласительных мероприятий. И мы предоставляем и финансировали несколько, ну, оказывали финансовую поддержку уже в течение, наверное, трех лет ряду форумов. В течение года у нас, получается, четыре где-то проходят мероприятия, в том числе и композиты без границ, которые вы анонсировали, также при поддержке Минпромторга России проходят. И все сводилось к тому, что мы требовали конкретные ТЭО, и действительно, производители раскачались, подготовились, и многие из них уже довольно-таки грамотные ТЭО предоставляют, выносят это на научно-технические советы госкомпании «Автодор» или «РЖД». Теперь мяч на стороне уже, по сути, заказчика, как он для себя легитимно это оформит и будет работать, потому что бюджетные деньги, их кассирование, тут такой очень сложный человеческий фактор, и здесь, ну, конечно, будет много бюрократических факторов. Поэтому у меня предложение, все-таки я очень надеюсь, что на композитах без границ мы какую-то конкретику отрасли доложим, как регулятор, как крупный участник по именно такой работе «Росатом» проведет и, может быть, продемонстрирует уже в ближайшее время такую закупку с учетом жизненного цикла. Спасибо. Спасибо большое. Но на самом деле, вне зависимости от того, что мы говорим о госкомпании, в любом случае мы все находимся в рамках глобальной конкуренции, поэтому, мне кажется, и госкомпании в том числе должны быть заинтересованы в повышении своей эффективности, повышении своей конкурентоспособности, а это можно сделать только за счет высокотехнологичных материалов и, естественно, жизненного цикла. Только так можно быть впереди, а не все время отставать. Да, короткий комментарий. Я хотел поблагодарить Павла Вадимовича за этот, на самом деле, месседж. Мы, «Росатом», выступаем в двух ипостасях на рынке композитов. Во-первых, мы производитель композитов и поэтому сталкиваемся с этой проблематикой, поскольку очень часто в тендерах действительно фактор первичной цены, что в моменте покупки дороже или дешевле оказывается главным критерием выбора не в пользу композитов, при том, что жизненный цикл многие заказчики не пытаются считать, либо не хотят слышать эти расчеты, поскольку в том числе закупочные процедуры, регламенты, комиссии не имеют живого инструмента учесть весь жизненный цикл, всю экономику изделия на сроки службы, для того, чтобы принять закупочные решения. И во второй роли мы точно такая же госкомпания, которая имеет такие же регламенты закупочные, и которая как раз далеко не всегда, а скорее чаще не принимает подобных решений, чем принимает. Поэтому месяц назад была создана рабочая группа в «Росатоме» как раз по проработке возможности внедрения, использования жизненного цикла для принятия закупочных процедур. Не важно, на самом деле, композит, не композит, любой новый материал. Я очень надеюсь, что к октябрю месяца какие-то конкретные практические шаги мы сможем этой рабочей группой на уровне «Росатома» проделать и представить рынку решения, которые другие госкомпании, надеюсь, тоже в свою практику введут. Поэтому большое спасибо, вместе будем, конечно, работать над этой задачей. Спасибо огромное. Ну, вот справедливо было замечено, что мы сегодня много про авиацию говорили, но у нас есть представитель Средненевского судостроительного завода Алексей Юрьевич Сафронов. И мы все знаем, что в прошлом году в эксплуатацию был введен катамаран «Грифон» с углепластиковым корпусом. И, собственно, мы знаем, что судостроение активно применяет, внедряет композиционные материалы. Вот хотелось бы узнать о вашей стратегии, как, собственно, легко вам это дается, потому что, опять-таки, звучали уже тезисы о том, что сертификация — это все сложно, это все долго. Вот как вы решаете вопросы сертификации, квалификации, внедрения новых композиционных материалов, и почему вы их применяете, и насколько это действительно повышает вашу конкурентоспособность. Спасибо, что зашло дело на кризис от судостроения. Можно презентацию мою поставить? Как раз я немножко поделюсь историей композитов судостроения. Немножко об основных тенденциях применения композитов в судостроении мировом. Значит, для никого уже не секрет, давно уже применяется вся эта история в проглосных яхтах и катерах, в спортивном судостроении, рыболовецкие лодки малые, грибные, гидроциклы, пассажирские катамараны, паромы. Суда вспомогательного флота, ну и, естественно, куда без военных кораблей и композитных настроек, пассажирских судостроений. Все это давно, известно, применяется во всем мире. Но что же толкает всю эту историю вообще в принципе мира и какой движитель? Опять возвращаемся к истории владения и жизненного цикла. Прошу прощения. Значит, объем затрат на приобретение корабля, любого корабля абсолютно, это верхушка Эльберга. На самом деле наибольшие затраты владелец несет, когда его эксплуатируют. Ну, просто для сравнения надо понимать, что корабль строится 2-3 года, да, вот затраты понесены на этот период определенные, а эксплуатируется он больше 30 лет. И основные затраты, естественно, идут на топливо и все, что связано с этой историями. На этом слайде можно посмотреть, это цифры не нашего завода, это цифры общеевропейские. Прошу прощения, еще раз. Значит, сравнение стоимости жизненного цикла судов из стали, алюминия и композитных материалов. Значит, видно, что в проектировании и в строительстве, в изготовлении, значит, самая дешевая это сталь, следующая идет алюминиевая суда, и, естественно, самый дорогой это композит. Но в пересчете на историю эксплуатации, потому что у всех она разная, значит, у стали самый короткий срок эксплуатации, у алюминия он приближается к 25 годам, а у композита заходит за 30 лет уже по текущей истории, значит, получается, что на круг композитное судно дешевле. Но, к сожалению, такими категориями на сегодня рассуждает далеко не каждый заказчик. По крайней мере, в мире эта история давно и плавно применяется, значит, у нас почему-то эта история не совсем идет. Средневский завод занимается композитами с 1963 года. Естественно, как и во всем мире, поддержку здесь мы получали через государство, через военные контракты, как это было еще в прошлом веке. И на сегодня даже, надо понимать, что новый материал толкает именно изделия военной продукции. Совсем не так давно, уже в начале 2000-х годов, стали выдумывать идентификации, и одно из первых применений, которые у нас реально получилось реализовать в серьезном большом именно судостроении, это посадка катамаран Грифон. Как был сегодня называемый проект, 23290. На сегодня это единственный катамаран, изготовленный из углематериалов, единственное, значит, тестованное производство в России, и это единственный проект, который принят морским регистром. То есть судно построено и сдано в эксплуатацию. Здесь действительно было много вопросов по нормативной базе, но могу сказать, что на сегодня все они абсолютно решены. Нет ни одного вопроса, который вот сейчас уже любой игрок рынка в судостроении пойти и решить не может. Мало того, значит, сегодня мы задаем вопросы, которые не решаются уже на международном уровне, как вот в авиации, та же самая история. Есть общие правила международного строения, которые необходимо также еще и решать с применением композитов. Те же самые люковые закрытия на сегодня по требованию има должны изготавливаться из стали и другого материала там не предусмотренными, хотя это очень огромная ниша. На нашем предприятии на сегодня освоены все новые технологии, которые применяются в мире. Это и контактное формование, и вакуумная инфузия, о которой сегодня уже говорили авиаторы, и изготовление в легких матрицах. Ну и по импортозамещению, вот тот правильный курс, который все время был поставлен, могу сказать, что первые наши изделия, которые мы большие запускали, опять же, по ВВТ, были, естественно, из импортных материалов, потому что наша химическая промышленность ничего не производила. Это было еще 10 лет назад. Значит, но уже три года назад, значит, с запуском новых программ, помощи в этой истории от Минпромторгами, значит, полностью заменили поставщиков на отечественных стекломатериалов, полностью поставляется отечественная смола нынче, и это не один производитель, а несколько, это два-три уже сегодня участвуют в конкурс на поставках. Ну и на очереди у нас заполнители легкие, это пенопласты, соответственно, и все, что с этим связано. Вот еще раз немножко про катамаран. 150 мест, пассажирское судно, корпус полностью из углепластика. История создания сама по себе не очень тривиальна, значит, к нам обратился заказчик, обратился также в Минпром, потому что технологий создания таких судов в России не было. Значит, ну и понятно, что, значит, заказчик, переписав, скажем так, техническое задание на создание с конкретного судна, то, что в Норвегии создаются такие катамараны, это не секрет. Значит, у нас получилось, по сути, примерно что-то похожее по характеристикам. История передвижителя всей этой истории в Норвегии – это отбой на топливе от таких судов. Значит, практически за 5-6 лет за счет экономии на топливе такие суда оправдываются эксплуатациями. На сегодня в Норвегии, даже на 10 лет назад в Норвегии уже фактически не осталось верфей, которые работают с черным железом. Практически все они уже перешли, либо там единицы остались на алюминии, все остальные на композитах. История у них для закачки всегда одноэтажная. Сравниваем судно из стали, из алюминия, сравниваем судно из композитов. Значит, экономия при эксплуатации на жизненный цикл позволяет отбить затрат на строительство через 5-7 лет. Значит, вот здесь немножко приторможу. Почему у нас, по моему мнению, не получается здесь такой истории? Значит, на сегодня нет большого, хорошего заказчика-оператора, подчеркиваю, именно который эксплуатирует маршруты с государственным участием в судоходных делах. Есть в авиации известные большие компании, которые могут заказывать большие объемы. В судоходстве таких компаний с государственным участием на сегодня нет, которые бы спешили бы и сказали, ребята, нам нужна большая серия. Мы считаем на жизненный цикл, мы понимаем, что это выгодно, мы готовы заказывать. Потому что частный заказчик, приходя сейчас с заказом, говорит, я вкладываю в стройку, значит, мне нужно как можно дешевле, потому что я свой рынок вижу там на ближайшие 3-4 года. Дальше я не знаю, я буду на этом маршруте сидеть или не буду. И примерно такая история сейчас до последнего времени была. Положительный пример может только удача с концерна Калашникова, который взял в Крыму, открыл линии и запустил туда свои суда. Но это суда на подводных крыльях, совершенно другая история, немножко другой сегмент. Это скоростные перевозки с точки в точку. Значит, то, что позволяет делать, скажем так, композитное судостроение, это больше и прогулочный, и круизный вариант. Там, где люди не просто доставляют из точки в точку, а еще и позволяют, скажем так, отдохнуть во время путешествия. Опять же, история мирового применения композитов в судостроении, это облегчение веса не только на корпусе, но и на судовом машиностроении. Винты, значит, ближайшая история, которая также хорошо применяется, потому что по сравнению с традиционными материалами экономия по весу примерно на 25-30%. При этом вибрационные характеристики, шумовые характеристики на порядок улучшаются. Надстройки. Самая актуальная на сегодня история. Почему? Потому что, скажем, по крайней мере, на нашей территории, не секрет, судоходные реки, каналы там давно не чистились. Объем очистки сумасшедший, когда это в итоге произойдет, непонятно. То есть загрязнение водоемов существенное, поэтому стальной корпус в какой-то мере более, скажем так, выгоден, приятен и понятен для судоходчиков. Но надстройка дает очень-очень много преимуществ на вопросе. Во-первых, это облегчение по весу, это другая кривая сопротивления, другое потребление топлива, экономия опять же идет. И это изменение метастрической высоты, то есть это больше безопасности для пассажиров. Это с точки зрения пассажирских перевозок. Если мы говорим про грузовые суда, применение композитов позволяет увеличить дедвейт с тем, чтобы перевозить больше полезных грузов. Это прямая выгода, но опять-таки, вот как правильно до этого говорилось, себестоимость. То есть на сегодня стоимость композитного сырья, той же ткани, она слишком велика по отношению к сталинам. И не видя, скажем так, бизнес на 20 лет вперед, очень трудно кому-то вложиться в историю с такой окупаемостью. Хотя реально она окупается. Опять про изделия судового машиностроения, то, что во всем мире применяется. И вот мы в этом году сертифицировали в морском регистре композитную судовую дверь B-30. Соответственно, это изделие порядка 10-15% легче, чем алюминиевая дверь, аналогичная сертификата морского регистра, но и почти в половину легче, чем металлическая. Опять эта вся история играет на руку при экономии на топливе, когда судно гораздо легче получается в итоге вместе с корпусом и меньше энергопотребления. Опять же, говоря про настоящее и будущее композитных материалов судостроения, я считаю, что эта история даже лучше, чем в авиастроении, не должна пойти, потому что объем потребляемых материалов нами уже сегодня, мы говорим о полмиллиона тонн в год примерно. Это при том, что мы единственное предприятие, крупномасштабное на сегодня в России, которое делает реально большие объекты. Это капля в море, при том, что у нас с вами речки, по сути, новыми судами не обеспечены. У нас с вами эксплуатировался старый флот, который потребует постоянного обновления. И об этом говорится ежегодно, ежемесячно уже, по сути. Во многих историях это уже приводит к тому, что экстренно заменяются старое суда на новое. Но, опять-таки, это немасштабно сегодня пошло. И если появится хороший, серьезный игрок на рынке гражданских перевозок, именно речных, именно морских и пассажирских грузовых, которые скажут, я, ребята, посчитал на жизненный цикл стоимость корабля, я готов платить цену дороже с тем, что она у меня отобьется в будущем, это миллионы тонн, по сути, потребления композитных материалов. Отсюда, соответственно, и упадет себестоимость. Чем больше будет потребления, тем меньше будет себестоимость. Спасибо. Спасибо огромное за такой воодушевляющий рассказ про применение композитов в российском субостроении. Но мы услышали сегодня от Александра Тюнина, что достаточно шире линейка различных индустрий, которые могут позволить масштабировать применение композиционных материалов. Я бы хотела задать вопрос Алексею Дремычеву. Какие конкретно проекты планируете реализовать, чтобы у нас и газомоторное топливо, баллоны, и куча всего еще, что потребляет композиционные материалы? Спасибо, Элина. Спасибо, коллеги. Во-первых, я бы хотел, наверное, заявить, что сегодня есть замечательное окно возможностей для развития композитного рынка и особенно в области конечных изделий. Вообще весь мировой тренд сегодня говорит о том, и лидеры композитного рынка, такие как компания Торей, Тоха, Дауакса, все идут в создание цепочки переделов. То есть от сырья до конечного изделия. Почему? Потому что сам себе композит требует сопряжения постоянных свойств от этапа сырья до разработки и моделирования конечных изделий. И связка инженерного мысли, связка технологов, инженеров, конструкторов, она должна быть постоянно в контакте. Второй момент – это кризис. С одной стороны, кризис, говорили, что это плохо. С другой стороны, для России на самом деле это возможности, особенно в композитах. Почему? Во-первых, это возможность конкурировать, в первую очередь, по затратам на производство. Сегодня рабочая сила в России стала дешевле, даже чем в Китае. В Китае средний доход в композитной отрасли растет. Сегодня средняя зарплата в Китае примерно 50 тысяч рублей в пересчете из юаней. Второй момент – энергоресурсы. И третий момент – что вся сырьевая база практически, кроме, наверное, связующих, создана на территории России. Есть производство стекловолокна, есть производство теперь углеродного волокна. В ближайшие годы мы добавим передел сырья пан-прекурсора. И, собственно, отечественное сырье для создания углекомпозитов и стеклокомпозитов, оно существует. С другой стороны, композиты, произведенные в России, могут экспортироваться. И в первую очередь, конечно, речь не про сырье, потому что здесь важным фактором становится цена. Здесь необходимо посмотреть на конечные изделия. Мы рассматриваем три основных сегодня проекта. Проект по ветру и лопастям. Об этих проектах уже много говорилось. Проект по производству баллонов высокого давления, так называемая. Тип 4. Я сейчас подробнее расскажу. И проект по спорттоварам. Это отдельный, очень интересный проект. У всех этих трех проектов есть вызовы одни и те же. Во-первых, это цена. Как ни странно, цена, которую ожидает рынок, это конкурентно способная с мировым импортом, который заводится в Россию. Второй момент, немаловажный, это качество. Потому что некачественные товары, произведенные в России, никто не будет покупать. И третий момент, это time to market. Есть окно возможностей, есть 2-3 года для вывода продукта. Если ты его не выводишь, продукт становится неактуален. И здесь, конечно, не надо бояться локализовать технологии, которые уже имеются в других странах. Мы пытаемся постоянно что-то новое разработать. Дальше это 1-2, бывает в случае 3-5 лет. Потом требуется сертификация. Потом требуется постановка производства. Итого на продукт может уходить 5 лет. К сожалению, рынок не ждет. Поэтому мы избираем путь взять лучшие практики, взять лучшие производственные технологии, локализовать их в России и уже на созданной базе продолжить развитие продуктов. Тогда можно подключить инженерную мысль, тогда можно подключить конструкторов. И, собственно, уже конкурировать в области передовых свойств, качеств во всех сегментах. Немножко о лопастях. Лопасти, на мой взгляд, проект гигантский. Очень сильно разовет, в первую очередь, потребление стекловолокна. Примерно на сегодняшние 3,2 гигаватта будет произведено 2,5 тысячи лопастей на территории Российской Федерации. Это гигантский объем. Средняя лопасть весит 10-12 тонн. Можно посчитать, что это большой объем, который, конечно, позволит как создать новые рабочие места, так и увеличить потребление стеклокомпозита. Второй момент, что, допустим, мы собираемся делать лопасть нового дизайна. Она уже разработана. Лопасть, которая будет подходить не только к той турбине, которую использует Росатом, но и может быть адаптирована для турбин, которые производятся в Евросоюзе. Значит, это имеет хороший потенциал для экспорта лопастей. И при этом лопасть дает много преимуществ, в том числе повышает так называемый кион, коэффициент установленной мощности. За лопастями будущее, конечно же, в теме баллонов. Баллоны сегодня в целом потребляют около, Александр уже сказал, около 70-80 тысяч тонн рынок сегодня углепокомпозитов. Баллоны примерно 8-9 тысяч тонн в год. Это гигантский объем. К тому же, тема баллонов, она синергирует здесь с тематикой развития альтернативного топлива. Сегодня в мире все заявляют о зеленой энергетике, о альтернативном топливе. Ну и, конечно, самая распиаренная тема – это электромобили. Тем не менее, Евросоюз сегодня до сих пор в большей степени выпускает машин на газомоторной тематике. Это метан, так называемый CNG. И эта тема очень актуальна для России. Вчера Денис Валентинович Мантуров комментировал эту тематику, что решение в стране принято, что тематика газомоторной топлива будет развиваться. Есть соответствующее поручение президента, по которому должны быть разработаны нормы поддержки развития данной отрасли. И мы считаем, что это хорошая опора, хороший голубой океан в конце концов в России для того, чтобы развивать эту историю. Преимущества очевидны. В первую очередь, конечно, это снижение затрат на логистику. В 2-3 раза примерно газомоторный транспорт эффективнее, чем текущий традиционный дизель, либо бензиновый автотранспорт. И, собственно, это доля в логистике, это доля в цене конечного товара, что на самом деле дает экономический эффект даже без поддержки государства. В чем же здесь основные вызовы? Первый вызов – это, конечно, стоимость автотранспорта, который сегодня до сих пор на малой серии дороже процентов на 30-40, чем стандартный автотранспорт на дизеле или на бензине. Вторая проблематика – это отсутствие достаточной инфраструктуры. Инфраструктуры в области заправочных комплексов и сервиса дальних автотранспортных комплексов. И третий – это себестоимость всего процесса. Здесь вот наш проект должен сделать свой вклад путем разработки баллона более эффективного, чем баллоны, которые используются сегодня в России, так называемый тип четвертый. Это полимерный композиционный лейнер и филаментная намотка углеродным волокном. Данный баллон даст возможность большего объема наполнения газа легче. И мы поставили перед собой цель сделать его конкурентным по цене с текущими альтернативами типом 3 и типом 2. Второй момент, как Александр уже сказал, мы будем создавать производство мобильных автозаправщиков для того, чтобы решить проблему с доступностью автозаправочных комплексов для населения. Конечно, первый этап проекта – это спецтехника, это автобусы, это техника уборочная. И второй этап – это легковой автотранспорт. Лада, сегодня и Ларгус проект уже на газомоторном топливе. И мы надеемся, что в дальнейшем есть вторая тематика LPG, так называемый сжиженный газ при отрицательных температурах. Эта тематика тоже даст толчок развития газомоторной техники. И, в принципе, две этих технологии. Одна технология для транспорта в ограниченной территории передвижения – сжиженный газ при отрицательных температурах. Это история про дальнемагистральный транспорт, про историю железнодорожных перевозок и речного и морского судоходства. То есть две эти тематики могут существенно снизить долю затрат в логистике, в целом в ВВП даже страны. И, как Александр сказал, что мы выбрали технологического партнера. Это норвежский гигант, мировой лидер, компания Gixagon, которая производит сегодня порядка, наверное, 60-70% баллонов четвертого типа на территории Америки, Евросоюза. И сейчас есть большие заделы выхода на азиатский рынок. И проект, который, наверное, ближе всем – это проект развития спорттоваров. Вообще, если посмотреть на китайское потребление из 16-18 тысяч тонн, порядка 7 тысяч тонн – это производство в спортивных товарах. В первую очередь в китайском применении это гольф-клюшки, это удилища рыболовные, это рамы велосипедные и разнообразные такие экзотические, как стрелы, лук, ласты. Довольно большая номенклатура, которая проведется в Китае. Мы понимаем, что сегодня, уже сертифицировав свои материалы в Китае у производителей спорттоваров, второй момент – имея лучшую доступность с точки зрения логистики, экспорта этих конечных изделий в Евросоюз, и более дешевую затратную часть, такую, как рабочая сила, энергия, аренда даже дешевле, чем в Китае. Мы собираемся создать определенный кластер или площадку для производства. В первую очередь это удилища. Сегодня в целом рынок где-то российский, около 10 миллионов ежегодно рыболовных удилищ. Второй сектор – это, конечно, хоккейные клюшки. В целом сегодня спрос около миллиона клюшек, и рынок данный растет, вид спорта популяризируется, строятся стадионы, строятся коробки, на которых дети и молодежь сегодня активно раскатываются, и, собственно, чемпионат нас крепнет. И третий проект, он более интересный такой – это велосипеды-самокаты. Самокаты – это уже история, наверное, про Голубой океан именно при экспортной истории, потому что все сегодня самокаты практически, не считая только электросамокатов, они делаются из легкого алюминия. Мы же решили здесь разработать именно композиционный самокат, который будет по цене конкурировать с самокатами из алюминия, но быть на 30-40% легче, чем текущая алюминиевая версия. На наш взгляд это, опять же, интересное решение. Мы проговорили со всеми спортсетями, и, собственно, все заинтересованы в развитии данной истории. В чем отличие этой тематики, что здесь есть возможность создания научно-исследовательского центра по разработке данного спорта инвентаря для того, чтобы получить максимальные свойства и быть конкурентами не только в России, но и на экспорте. Собственно, подводя итог, я считаю, что не только этими тремя проектами должно быть ограничено развитие всего потенциала. Сегодня мы готовы участвовать в разнообразных форматах кооперации, начиная от предоставления образцов, заканчивая до инвестиций в конкретные проекты. И считаем, что сегодня есть хорошее окно возможностей для развития композиционной тематики. Поэтому давайте вместе пойдем в импортозамещение и следующим шагом сделаем экспортоориентированное направление для того, чтобы быть не только сырьевым активным участником, но и высокотехнологичным производством. Спасибо большое. Спасибо огромное. И, кстати, по поводу импортозамещения я хотела бы задать вопрос тогда уже Дмитрию Когану. Дмитрий, вот мы сейчас услышали из доклада Алексея про импортозамещение на готовых изделиях, что действительно здорово, если в России будут производиться спортовары из углеволокна и не завозить дешевые товары из Китая, это просто здорово, потому что тогда регионы могут развиваться, промышленность может развиваться, экономика может развиваться. Но вот если мы говорим об уже существующих проектах, которые применяют иностранные материалы, насколько импортозамещение является панацеей, стоит ли это делать везде? Вот я неоднократно прозвучала тезис о том, что со связующими у нас что-то не так, и что-то не получается у нас их никак импортозаместить. Так вот, что у нас с импортозамещением? Спасибо большое за вопрос. Но смотрите, на самом деле, конечно, проблема может быть нашего менталитета, что у нас любое такое высокое указание, оно может превращаться в такую компонентщину. Понятно, конечно, что нет в мире ни одной страны, у которой импорт составляет ноль. То есть мы все живем в глобальной экономике, невозможно импортозаместить все. И особенно, когда у страны ресурсы на это импортозамещение, ну, давайте смотреть прямо в глаза проблемы, они ограничены. То есть поэтому, конечно, здесь процесс импортозамещения должен быть таким очень аккуратным и вдумчивым. Я бы разделил вот эту проблему на две составляющие. Первое, у нас есть пул каких-то задач, которые связаны с обеспечением обороноспособности страны, или технологической независимости, можно так сказать. Понятно, что здесь эта история требует максимального импортозамещения, где это возможно, или создание каких-то резервов, необходимых для поддержания боеспособности. Эта история понятна. Но есть, прошу прощения, есть история коммерческая, которая диктуется, по большому счету, рынком. Но и здесь нужно взвешивать всегда, а что мы будем импортозамещать. Ну, к примеру, заговорили про эпоксидные смолы, хорошо было бы импортозаместить? Ну, в общем-то, неплохо. Но сколько компаний в мире производят эпоксидные смолы? Ну, их десятки. И крупные игроки, у них мощность по 200-300 тысяч тонн эпоксидной смолы. То есть у нас есть сейчас более важные задачи. Ну, я пример приведу, сегодня много про авиацию разговаривали, про бедный наш МС-21, он у нас страдает, вся страна над ним. Сепережье. Да. Значит, углепластиковое крыло. Вот смотрите, там используется технология, которую разработал Гайданский, специфическая достаточно технология, передовая, с использованием высокопрочного углеродного волокна. Да, начинаем копать. У нас многих составляющих для производства этого крыла внутри России нет, поэтому Гайданский говорил о том, что ему пришлось собирать международную кооперацию. Ну, просто, скорее всего, МС-21 начал раньше разрабатываться, чем у нас начало развиваться в образе композиционных материалов. Это правда, да. Нет, ну, понятно, что у него в тот момент выбора просто не было, проект нужно было реализовывать любыми силами. Ну, вот смотрите, для того, чтобы производить материал для крыла, необходимо, если так, в глубину пойти, начать там с нитрилокриловой кислоты и закончить специальной ленточкой для выкладки, про которую рассказывал Анатолий Осич. Так вот, нитрилокриловую кислоту, ну, ее худо-бедно там, производят там, не здесь, так там. Полиакрилонитрилом надо заниматься? Да, надо, но это проект достаточно длинный по срокам и достаточно большой по деньгам, можно просто не успеть к сертификации самолета. Углеродным волокном надо заниматься? Да, мы им занимаемся. Александр рассказывал про эти проекты. Но, тем не менее, уже сейчас мы можем в кооперации использовать для каких-то проектов, пускай в меньшей степени, но импорт, потому что там компании, которые производят среднемодульное волокно, их там, ну, чуть меньше десятка в мире. А вот знаете, сколько компаний в мире производят вот такую ленточку для выкладки, которая используется для крыла? Вот таких компаний в мире одна. То есть у нас, в общем, как бы в некоторой степени самолет зависит от одной компании. Вот сюда нужно направлять, соответственно, основные ресурсы. То, что мы обсуждали, то, чем необходимо заниматься. Еще хотел отметить, вот с Павлом Вадимовичем общались, и вообще с Минпромом сейчас такая очень, Бочаров тоже рассказывал, очень такая конструктивная большая работа выстроена. Затронули тему дорожных карт по внедрению. В свое время, когда это все начиналось, очень много было таких сразу возникло желающих сказать, о, значит, дорожная карта – это панацея, которая позволит сейчас затолкать любой материал, значит, в любой проект. На самом деле это не так, это скорее инструмент, который как раз позволяет нам проводить внедрение, вот с точки зрения импортозамещения. Я пример приведу. Начали работать с ОАКом по замене материалов в том же самом МАЗ-21, стали обсуждать. Значит, выяснилось, объем небольшой, директивная цена низкая. Что делать? Проект совершенно не конкурентоспособный, получается. Провели, вот на базе Минпрома стали делать дорожную карту по внедрению во всю авиационную отрасль. Что обнаружили? Значит, шесть ключевых КБ в ОАКе выпускаются примерно одна и та же, одни и те же типы конструкций, но у каждого КБ в силу исторических каких-то сложившихся традиций подходы разные, материалы разные, значит, количество материалов, используемых примерно для одних и тех же типов конструкций, больше 15. Значит, провели работу и выяснили, что примерно пятью-шестью материалом мы можем покрыть все необходимые потребности ОАКа. У нас сразу совершенно другая экономика появляется, и мы можем выдать продукт, который будет уже конкурентоспособен на мировом рынке. Причем экономия получается для всех сторон. Для нас, как для производителей материала, экономия. Мы экономим на испытаниях, на внедрении. Мы получаем гарантированный заказ на большой объем, выстраиваем всю свою производственную цепочку более эффективно. Для ОАКа это экономия, потому что ему меньшее количество испытаний на сертификацию по самолетам необходимо производить. Для Минпромторга это дополнительная экономия, потому что Минпром, видя вот эту работу в рамках дорожной карты, он понимает, что да, вот этот проект экономически эффективен, потому что сразу рождается коммерческий продукт, и предприятие само может понести затраты, необходимые на квалификацию, к примеру, материалов. А вот этот проект, он необходим в любом случае, то, о чем говорил Олег Евгеньевич Бочаров, его надо реализовывать в любом случае, значит, здесь нужна какая-то поддержка со стороны государства. Для Минпромторга больше информации появляется. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, вот Минпромторг действительно помогает композитным компаниям, и из доклада Александра Тюнина мы узнали о том, что существует некая кооперация, и компания ЕМЭТЭК стимулирует кооперацию между композитными компаниями. У нас сегодня в дискуссии участвует Андрей Швеленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков. Как оказалось, кластерная история тоже достаточно успешно может кооперировать в компании, позволять им создавать новые производственные мощности, приумножать рынки. Расскажите вот про эти инструменты, как они действительно работают, и какие действительно выгоды несут участников. Да, спасибо огромное. Коллеги, ну, прежде чем я это все расскажу, у меня вопрос к залу. Вот абсолютно такой простой банальный вопрос. Скажите, пожалуйста, если какая-то компания X вам гарантирует приобретение какого-то товара, вот она сейчас раньше покупала за рубежом, а теперь вам говорит, я готова купить такой-то товар в таких-то объемах, по такому-то ТТХ, скажите, вот вы, допустим, обладая какими-нибудь небольшими инвестициями или большими, готовы ли будете под гарантированный спрос наладить производство? А вот давайте без слов, вот давайте без слов понимать гарантии, чтобы мы в семантику. Вот я вам гарантирую, вот лично вам гарантирую, что буду приобретать товар. Я подпишу кровью. Но я вопрос задал вам, ответьте, пожалуйста. Все, отлично. Итак, разумный человек, я сам много раз говорю, что я готов, извините, если кто-то мне подпишет кровью, что готов у меня что-то приобретать, извините, денег у меня нету, я вырежу печень, продам и буду богатым и счастливым. Вот я специально сейчас начал именно с этого примера, уважаемые коллеги, вот все спикеры очень много технически красиво говорили, но если перевести на русский язык, это примерно так. Ребята, мы выстроили отрасль, в них есть ниши, пожалуйста, приходите, инвестируйте, и мы еще ответим на вопрос, кто будет приобретать. Это на русском языке. Вы сейчас, вот как раз присутствует тот момент, когда, вот если кто дождется окончания, вот молодежь поубегала, но тем не менее, кто дождется окончания, вы сможете как минимум сориентироваться, в какие направления можно инвестировать и гарантированно получить по ряду продукции спрос. Ну, начну, вот теперь все, что я сказал, я уже свою речь переведу на русский язык. Наверняка вы помните, после 91-го года был резкий распад кооперационных связей между промышленными предприятиями. Часть предприятий вообще погибли, а часть как-то начали выживать. Выживать как? Закупать какие-то отдельные узлы, комплектующие за рубежом, возможно, выпускать конечную продукцию, но при этом потребитель, в принципе, никогда особо не задумывался, какая доля импортных комплектующих в конечном товаре. Поэтому так и выживали. Но к чему это привело? Это привело к тому, что засилие импортных комплектующих, по большому счету, угроза национальной безопасности, вы уж простите меня за такие высокие речи, но, тем не менее, тоже стало под угрозу. И вот, наконец-то, после принятия федерального закона о промполитике, который был, вы помните, в 1994 году, 31 декабря принят, наконец-то, а бизнес любит стабильность, подчеркиваю, стабильность. На, конечно, федеральном законе было описано, что одним из основных инструментов развития региональной промышленной политики являются промышленные кластеры. Но, коллеги, не пугайтесь этого термина. Уж точно это не то, что писал Портер. Кластер, коллеги, это территориально-производственные комплексы, которые существовали в Советском Союзе. Государство в лице Минпромторга дало четкий, понятный сигнал бизнесу. Ребята, восстанавливайте кооперационные связи, а мы будем в лице Минпромторга вам стимулировать данные кооперационные связи путем снижения издержек до 50%. Государство взяло на себя некие обязательства компенсировать затраты на всех стадиях жизненного цикла, от разработки до постановки на производство. В чем уникальность и что сделал Росатом в лице Юматекса? Они взяли на себя очень важную функцию, по сути, объединения разрозненной отрасли. В частности, уважаемые коллеги, и, кстати, еще буквально, может быть, небольшое ответвление. Недавно состоялся стратегический совет по инвестициям и новым индустриям, который проводил Денис Владимирович Мантеров. Так вот, компания Вестас, выступая перед членами советами, сказала буквально следующее, что да, они занимаются локализацией компонентов для ветроэнергетических установок, но есть проблема. Проблема в том, что часть комплектующих они вынуждены закупать за рубежом. Ну, люди, кто сведущий, прекрасно понимают, что мы можем допустить, что какие-то комплектующие дороже, потому что мы знаем, что не все наши технологии, ну, что называется, конкурентоспособны, что часть комплектующих даже мы сейчас закупаем здесь, в России, и в итоге себестоимость какого-то отдельного узла или агрегата может быть выше, чем за рубежом, и они покупают там. Вы знаете, мне так хотелось сказать, что, ну, или посоветовать данной компании расширить свой кругозор, ведь создан промышленный классинг, композиты без границ, который решит данный вопрос. А теперь почему? Давайте мы подготовим вам несколько слайдов, и вы все это увидите. А можно переключалку? Или высокие технологии до нас не дошли? А, дошли, дошли. Искусственный интеллект сейчас сработает. Итак, уважаемые коллеги, как я уже сказал, и уже было не один раз сказано, Юматекс взял на себя достаточно тяжелую задачу, но благородную, по формированию композитной отрасли в Российской Федерации. Ими были определенные некие точки или, скажем так, регионы, в которых наивысшая доля предприятий, которые занимаются либо изготовлением комплектующих связных или конечных товаров из композитов. Это Московская область, Республика Татарстан и Саратовская область. И это абсолютно не значит, что другие регионы не смогут присоединиться к этому кластеру. Ну, скажем так, скелет они начали создавать на базе этих регионов. Как выглядит, уважаемые коллеги, вот промышленный кластер, повторюсь, территориально-производственный комплекс. Обратите внимание на слайды. Достаточно мелко, но я прокомментирую. Видите, вся цепочка разбита по переделам. В крайнем левом углу вы видите огромное количество компаний, которые выпускают, извините, клюшки, ракеты, крыло, все что угодно. То есть, по большому счету, сейчас компания, выпускающих продукцию, море. Но, извините, мало кто задумывается, а сколько там нашего. А давайте теперь уходить влево, по переделам. И вы увидите, что чем дальше влево, тем все меньше и меньше компаний, которые участвуют в этом процессе. А на первых переделах почти единицы. По большому счету, Юматекс описал всю технологическую цепочку. Итак, это вот для вашего понимания, что такое промышленный кластер. Сразу хочу сказать, пока я не ушел на следующий слайд. Создав промышленный кластер, те промышленные предприятия, которые вошли в него, автоматически получили возможность субсидировать до 50% затрат на выпуск продукции. В частности, это субсидирование затрат на неокор, на разработку технологий, выпуск пилотных партий продукции, выпуск прототипов, субсидирование процентной ставки, лизинговые платежи и так далее. По большому счету, все то, что необходимо от разработки до постановки на производство. И так это получила каждая компания. А это значит, что в этой отрасли появился стимул вкладывать деньги. Это значит, что предприятия, находящиеся в кооперационной цепочке, могут управлять качеством. Вы спросите, как? Отвечаю. Я крупный заказчик, и говорю, вот я смотрю на Липецк, и говорю Липецку, коллеги, вы сейчас мне поставляете плохую нить или какую-то смолу, которая не соответствует моим критериям. Я готов у вас купить лучшую нить или лучшую смолу. Вы мне, естественно, скажете, а где же деньги, а кто даст технологию? У меня готов ответ. Ребята, вкладывайте деньги, государство вам 50% вернет. Вот так сейчас работает этот механизм. Идем дальше. Но это не самое главное. Наверное, самое главное, к чему я подхожу. Давайте обратим внимание на следующий слайд. Тщательный анализ производственной цепочки. И сейчас группа компаний Юматекс, ну, что называется, доминирует в этом отношении. Они могут видеть отрасль в целом и понимать, какие проблемы есть на каждом переделе. Обратите внимание на данный слайд. Тщательный анализ, коллеги, показывает, что на различных переделах есть различные проблемы. Ну, например, на сегодняшний день у нас порядка до 95% в стекловолокне. Другие компании закупают, это переходит на следующий передел, но вот 95% мы закупаем за рубежом. Например, ткани припрыги. Вы видите, что есть два основных поставщика, это Франция, США, до 70% ткани припрыги. По большому счету, коллеги, все, что я говорю, это такая некая инсайдерская информация. Ее может знать каждый на своем предприятии вокруг себя, но мы сейчас видим за отрасль, обратите внимание, композитные баллоны. 100% мы сейчас приобретаем. Итак, зная в отрасли, на каждом, я сейчас достаточно, ну, аналитику показываю, не буквально до винтика, а некими широкими мазками, чтобы вы осознали, в чем же прелесть промышленного кластера, который создан. Итак, мы на каждом переделе знаем с вами, кто что приобретает. А теперь давайте посмотрим следующий слайд. А это значит, уважаемые коллеги, что для потенциального инвестора, для регионов, для корпораций развития, да и просто для разработчиков, новаторов, инвесторов, из этой технологической карты вы можете увидеть, например, что предполагаемые инвестиции в производство стекловолокна может составить 1,3 миллиарда и, обратите внимание, сразу отвечаем на вопрос, а кто будет потребителями. Вот, пожалуйста, компания Заряд, компания Татнефт, пресс-композит, они уже покупают это вещество, если ваше вещество будет и дешевле, и качественно, они готовы будут купить у вас. Итак, на каждом переделе, уважаемые коллеги, если вы в промышленном кластере, то вы знаете, что на каждом переделе есть какой-то критический уровень какого-то материала, знайте, кто готов приобрести, пожалуйста, инвестируйте. Я буду заканчивать, уважаемые коллеги, свое выступление, за 10, или за отведенное время я не смогу раскрыть, может быть, всех прелестей, для меня принципиально было то, что сказал Александр, что они готовы входить вот в эти инвестиционные ниши и софинансировать, и участвовать в капитале этих компаний. Вот на сегодняшний день вот вы, наверное, одни из немногих, но вот кроме национальной инженерной корпорации, вот они скромно сидят, а на самом деле снимают такую инсайдерскую информацию. Правильно я говорю? Вот. Уже сейчас можно, как говорится, дружить со специализированной организацией кластера для того, чтобы четко понимать, какие ниши свободны, инвестировать, и вот я вижу здесь вот коллега седой, вот вы, да-да-да, у меня уже такие же волосы, как у вас, вот я почему-то чувствую, что вы разработчик, да? Вот для вас отдельно говорю, это не только инструмент для инвесторов, это прежде всего инструмент для вас. Вам теперь не надо идти с протянутой рукой и говорить, отдайте денег на какую-то разработку. Вот для таких людей, как вы, кластер отвечает на вопрос. Если вы приходите, ну, со своей, может быть, небольшой компанией, вот, я не знаю, к директорам, а здесь, ну, что называется топ-менеджмент, и говорите, я готов выпускать там какое-нибудь там, не знаю, новое вещество, если они вам говорят, подтверждают, что да, это вещество мы купим, если оно будет по таким ТТХ, все, пожалуйста, вкладывайтесь, они между вами и собой подпишут некое намерение, и это и есть совместный кластерный проект. Государство вам компенсирует те затраты, которые вы потратите на разработку и постановку на производство. Уважаемые коллеги, я закончил свой доклад, возможно, достаточно сумбурно, очень быстро, но, тем не менее, я надеюсь, что какие-то основные параметры вы для себя вынесли, и очень рекомендую сейчас работать со специализированной организацией кластера, так как именно они обладают сейчас информацией по инвестиционным нишам, которые есть в композитной отрасли. Спасибо. Спасибо огромное. Андрей, спасибо большое за такое, как всегда, эмоционально-энергичное выступление, но я бы хотел немножко добавить как раз вот по дискуссии, которая вроде бы началась и оборвалась. Очень был правильный, на самом деле, вопрос из зала, а в чем заключаются эти гарантии, что будет покупаться этот товар, будут в итоге этот сбыт, и, соответственно, какой смысл инвестировать в создание новых продуктов. Я здесь хочу просто конкретными кейсами ответить на этот вопрос. Ну, например, опять возвращаясь к проекту ветроэнергетики, помимо лопастей есть еще один композитный элемент кожухи-гондолы, и мы приняли решение, что мы не будем сами, как Юматекс Групп, развивать производство этого продукта, но у нас есть партнеры, и вот, в частности, Срединеневский судостроительный завод вышел с инициативой создания такого производства, мы заключили с ними контракт, это уже свершившееся действие, мы заключили контракт четырехлетний с гарантией по объемам, это take-o-pay, автейк гарантированный, с гарантией выкупа, с фиксацией цены на целую программу четырехлетнюю. Коллеги все создают это производство и будут по этому контракту четыре года поставлять. Второй пример, замечательная компания Гален, которая на свои деньги самостоятельно разработала композитную арматуру, передовую композитную арматуру. Сейчас, как я уже говорил, у нас большой проект поднимается в отрасли, он очень непростой, проектировщики консервативно относятся к новым композиционным материалам в строительстве, особенно атомных электростанций, но этот путь мы в любом случае будем проходить. И мы не ставим перед собой задачу делать все самим, все разрабатывать самостоятельно. Есть замечательные российские продукты, и как раз мы с ними сейчас также ведем переговоры о подписании долгосрочного коммерческого договора в том случае, если мы пройдем сертификацию с их композитной арматурой, в строительство атомных электростанций. Мы выступаем как интегратор отрасли по всем композитным решениям, проводим экспертизу этих продуктов, но после успешного прохождения готовы заключать долгосрочные контракты, и тем самым обеспечивать окупаемость инвестиций в создание этих продуктов. Третий момент. Мы создаем рынок покупки компаний с продуктами и технологиями. Мы точно заинтересованы в том, чтобы не просто в рамках своего РНД-центра разрабатывать новые технологии, это путь, который неизбежен, но он здорово ограничивает, сильно ограничивает, и поэтому мы в рамках своих компетенций по углеродному волокну, пан-прекурсору, тканям-припрыгам этот путь естественно будем проходить, но на самом деле композит это очень широкая отрасль, и мы крайне заинтересованы и готовы и к покупке готовых компаний. Более того, не ставим себе целью быть обязательно мажоритарными акционерами, готовы к сотрудничеству 50 на 50, к минорному присутствию в компании, нам интересно в целом отрасль поднять, и поэтому все те возможности, которые мы сегодня создаем, Росатом создает, и в рамках композитного направления, и в рамках конкретного кластера композиты без границ, и в рамках венчурного фонда, который только создан меньше месяца назад с объемом 3 миллиарда рублей, это все реальные возможности для бизнеса, для предпринимателей входить в новый перспективный рынок, поскольку сегодня композитный рынок растет наиболее быстрыми темпами в мире, как я уже говорил, раньше 20-30 лет это было удвоение за 10 лет, сегодня мы уже видим удвоение за 7-8 лет, так это нужно учитывать, что за следующие 8 лет рынок в два раза вырастет на 80 тысяч тонн, это ровно тот объем, на который он вырос за 40 прошедших лет, то есть темпы увеличиваются, это точно зона для развития предпринимательства, бизнеса, окупаемости, инвестиций, мы здесь готовы протянуть свою открытую руку партнерства, приглашаем, спасибо. спасибо огромное, на самом деле прозвучали такие важные слова, вероятно в зале есть вопросы, и у нас сейчас есть возможность задать их нашим спикерам, есть ли вопросы в зале, или мы уже ответили на все ваши вопросы, да, значит, и как я прямо пример сейчас привел, и компания Галена, не только она, целый ряд производителей есть, мы пять продуктов выделили для себя как пилотные продукты в области использования в строительстве атомных электростанций, композитная арматура, это как раз один из этих пяти продуктов, поэтому если в этой части у вас есть какие-то наработки, предложения, это нам сегодня крайне интересно, мы сейчас с проектировщиками и строителями атомных электростанций проходим как раз вот этот очень непростой длинный путь сертификации, тестирования, квалификации, арматуры в этих стройках, поэтому приглашаем, да, это актуально. Да, пожалуйста. Нет, здесь представителей Галена нет. Хорошо. Но в любом случае мы с вами обменялись контактами, я вас с удовольствием познакомлю с представителями Галена, и вы сможете напрямую скопировать. Мы знаем, мы знаем обменцы, мы знаем механики. Просто единственное, что хочу сказать, что мы оборваем, что мы в основном это делаем многокомпонентные системы, когда есть краница раздела, и чем больше оградится, тем больше актрисов объявится в весе с и так как полипетная матрица это лишний граница раздела, и с ним основать, потому что прямое объявление условно полоконами, минеральными полоконами галлюкарями, а вот как это неважно, чем реформирование и граница раздела матрицы аргонисты или самим оборудовщим объявления. Это больше нехайки. Ни меньше компонент. Нежели мы создаем себе просто мы увидели металлические металлические решения металлические здесь мы создаем из полимера компоненты по крайней два компонента матрицы и планирующие плюс допустим там тоже парнирами имеются функционалности и парнирами краницей краницей местами все на границей и краницей и среди среди издуманной матрицы здесь проблемы причем нет вероятности что смачив все и процент и все и все разное все мы с вами обменялись контактами я просто приглашаю к нам в Москву в рэнди центр находится у нас в Москве наш рэнди центр и мы просто устроим вместе с Галеном рабочую встречу где как раз уже предметно все тех аспекты обсудим повторюсь нам это крайне интересно для нас это один из выбранных пяти ключевых продуктов спасибо большое следующий вопрос ну и вопросы и как говорится комментарии я конечно хочу отметить как человек тоже относящийся к этой отрасли что безусловно то что делает сегодня Росатом в лице Юматекс это неценимый вклад в развитие композитного рынка ну наверное благодаря вам в определенной степени делаются те решения вырабатываются и стандарты и проектные решения которые на сегодня явно не хватает вот и я бы хотел бы отметить что наверное наверное вот мы сегодня говорим народу мало но и отрасль маленькая да но она маленькая по очень простой причине что таких заказчиков как Росатом в стране должно ли быть государство в целом либо их должно быть несколько потому что именно такие заказчики как Росатом могут действительно реально гарантировать сбыт не там центры не компании а именно государственные программы вот тот же Китай давайте возьмем Китай почему в Китае так все выстрелило и побежало потому что там государство сказало ребята вы сделаете а мы это примем и гарантированно примем как уж мы это примем это второй вопрос и посмотрели они действительно за пять лет подняли композитную отрасль на необозримую высоту в данном случае вы пытаетесь подменить правительство Китая и его правительственные решения и дай бог потому что Росатом это действительно государство в государстве и одна арктическая программа чего стоит поэтому тут есть куда бежать молодцы мы все пристраиваемся к вам аплодируем и ждем от вас положительных результатов которые отразятся на отрасли в целом теперь второй вопрос который я уже хотел задать который искренне не понимаю просто хотел услышать ответ вот вы сейчас перегибаете своих проектировщиков для того чтобы они выдали конструктивное решение при строительстве атомных электростанций но ведь насколько я понимаю у нас на ближайшую перспективу вот эти 15 электростанций это в основном а либо реконструирование старых за рубежом либо строительство за рубежом новых потому что вроде бы как в России я не знаю будет ли что-то строиться но вряд ли и тут же возникает вопрос ведь когда Росатом выходит на строительство электростанции он продает техническое решение и в лучшем случае инженерное сопровождение но поставка материалов в лице бетона арматуры сетки не идет и поэтому когда вы выйдете с проектным решением куда-нибудь и скажете что мы готовы хотим построить с применением арматуры то закономерно возникнет вопрос что эту арматуру делают и канадцы кто только не делает на самом деле сегодня и стеклянная и угольная отрасль композита в мире развиты очень сильно и вот мне бы я бы только за если мы начнем эшелонами туда гнать продукцию но вопрос как вы себе видите это решение или мы говорим сегодня о другом то есть мы говоря о том что там проектируем в электростанциях мы говорим о том что на всех других российских проектах Росатома их неизмеримое количество те решения которые будут приняты там будут применяться в российской подотрасли там строительной ну тогда это совершенно другой аспект и другой взгляд на определенные вещи да Андрей спасибо большое за вопрос и вот пользуясь случаем хочу сказать что мы про композиты далеко не только углеродные мы в части сырьевого передела производства углеродного волокна ну единственные в стране производители углеродного волокна но когда мы говорим про развитие композитов в целом мы говорим естественно про все возможные материалы и стекловолокно и базальтовое волокно поэтому мы рады здесь приветствовать на этой секции в том числе и ассоциацию и производителей базальтового волокна поскольку понимаем что здесь надо искать в том числе комбинации материалов для поиска как раз экономичных решений, которые конкурентно способны даже не только и не столько с импортными производителями композитов, сколько с традиционными металлом, бетоном и так далее, другими материалами. Теперь, отвечая на вопрос, вот все совершенно иначе и по-другому. Во-первых, я лично не буду говорить за Росатом, как бы, наверное, это неправильно было бы, за себя лично скажу. Я категорически не поддерживаю историю, что государство должно финансировать на 100% и обеспечивать развитие отрасли. Государство должно дать возможность, но развивать отрасли, вот эту задачу десятикратного развития отрасли мы видим не через госзаказ, а через создание рыночных конкурентно способных продуктов, которые и по цене, и по техническим характеристикам будут полными аналогами западным. Причем могу сказать, что сегодня государство тоже строгий покупатель, и тот же Гайданский Анатолий Иосифович, который тоже покинул нашу пленарную сессию, он не готов покупать дороже американских и европейских материалов, он готов покупать дешевле, чтобы не платить еще таможенную пошлину за этот материал. И для нас вызов не продавать, ну, откровенно, мы все знаем, как это там было предыдущие 30 лет, создание композитной отрасли российской, существенно дороже импортных материалов, а как раз создавать продукт, который будет своими характеристиками и ценой вытеснять естественным рыночным образом, осуществлять импортозамещение, но не административными рычагами. Значит, что касается стройки. В стройке, во-первых, строительство атомных электростанций, их будет 33 в течение 15 лет, и на территории 15 стран. Во-вторых, Росатом сам строит эти атомные электростанции, но, опять-таки, по тем же критериям. Росатом не покупает у нас, у Юматекс-группу своего дивизиона, другие дивизионы, которые проектируют и строят атомные электростанции, материал дороже, чем это будет от западных поставщиков. Если говорить уж совсем на низком уровне, как организовать производство на территории того же Египта, композитной арматуры или еще каких-то материалов, да очень просто, просто туда вывезти производственную линию и там его производить. Ничего в этом сложного нет, на самом деле. Если есть технология, есть оборудование, мы там организовали на период стройки локальное производство, обеспечили необходимыми изделиями, потом его собрали и увезли в другую страну, в другой точке мира. Третье. Конечно же, только при условии, что мы создали этот продукт сами, с партнерами, по контрактному производству, совместному предприятию, неважно, который выиграет на жизненном цикле, на цене, на качестве. И только так. И когда мы говорим про наши проекты, про лопасти, про баллоны, про спортинвентарь, это все ровно в этой логике. Мы потому что не видим себе возможности и пути, используя ресурс государства, будучи госкомпанией, обеспечивать себе сбыт какими-то другими методами, кроме как создавать идеальный продукт и конкурировать рыночными механизмами. И если компания настроена именно так, а мы настроены именно так, то придет рыночный успех, и тогда вот эта проблематика конкуренции международная, она уйдет. Опять-таки, 300 тонн углеродного волокна в Китае и в Европу мы бы в 2017 году не поставили, если бы наше углеродное волокно было хуже или дороже. Это очевидно. Спасибо большое. Еще вот был последний вопрос. Нет? Передумали? Гитары, смычки, протезирование медицинское. Вы знаете, вот здесь список просто сейчас длинный. В принципе, история крайне проста. Мир идет к использованию новых материалов, композитных материалов, не только углеродных, а на самом деле широкой палитры. Будут новые материалы появляться, наномодифицироваться, нанотрубками присаживаться и так далее. И путь-то один. По мере масштабирования рынка, мы это 40 лет уже наблюдаем, постоянно снижается цена, и это дает возможность масштабироваться гораздо быстрее и использовать этот материал все в новых, новых, новых и новых применениях. Каждый год появляется что-то новое. Мебель, ну я не знаю, сейчас можно все подряд перечислять, композит. Мебель, конечно. Дизайнеры очень активно используют углеродные волокна, стекловолокно. В тех же судах, если взять судостроение, очень много внутренней отделки, в том числе какой-то локальной мебели делается из стеклопластика. Ну то есть, просто горизонт очень широкий. А это естественным образом будет происходить, поскольку новые материалы имеют качественные иные характеристики и по легкости, и по прочности, и по эксплуатационным характеристикам жизненным. Поэтому я вас уверяю, с каждым годом все новые и новые вещи будут появляться в самых неожиданных областях, включая товары повседневного применения, спроса из передовых композитных материалов. Спасибо огромное. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо огромное нашим спикерам за такую интересную дискуссию. Мы на самом деле ждем вас на форуме «Композиты без границ», который состоится 25 октября в Москве, в Сколково. Будет интересно. Будем обсуждать композиты и разные-разные аспекты, которые не успели обсудить здесь. А их, поверьте, еще очень-очень много. Спасибо большое и до новых встреч!